Девушки отдыхают Константин Маевский любит играть в меньшинстве. Мастер-класс ударов со своей половины поля. Режем линию и делаем растяжку. Юрий Руднев об атакующих действиях. Ловим взгляд нападающего. Владислав Шахметов. Игра в обороне. Здравствуйте, я Константин Маевский, игрок мини-футбольного клуба «Динамо Ямал». Сегодня я покажу один из своих любимых элементов. Девушки отдыхают. В мини-футболе бывает такой элемент, как играть 5 на 4. Это зачастую происходит в концовках поединков, когда соперник пытается отыграться. И необходимо забить мяч со своей половины поля в чужие ворота. И это я вам сегодня и покажу. Но бывают разные ситуации. И бывают моменты, когда ворота действительно пусты и на траектории никого нет. А бывает, что вратарь, например, бежит или кто-то из защитников бежит от своего ворота, и тогда мяч нужно посылать по более высокой траектории. Здесь, как бы, техника удара может варьироваться. Девушки отдыхают. Ах, мимо. Ну, в играх, конечно же, все прекрасно понимаете, что на принятие решения, на обработку мяча достаточно мало времени, и необходимо принимать решения в короткий срок. И от этого, наверное, игровая ситуация, она меняется, и нужно быстро сообразить и поставить мяч после ворот. Это был Константин Маевский, специально для болельщиков «Динамо Ямал». До скорого. Здравствуйте. Мы снова на тренерском мостике «Динамо Ямал». Мы рассмотрим еще один из вариантов позиционной атаки. Две четверки у нас разноплановые. Одна – это четверка, которую мы используем в игре «Столба» Серила. Игра второй четверки основана на быстрых перемещениях и смене направлений атак. В чем это заключается? В выстраивании команды, которая отбирает мяч, линия. Вот здесь мы режем линию и освобождаем линию передачи. Для игрока Маевский, Иванов, у нас левоногие, Серила. Доходит эта передача, где отсюда можно в касание сразу же ввести и атаковать. Если защитник сыграл грамотно, здесь играют по игроку, освобождают все равно эту зону, в которую опять же врывается игрок правоногий, где можно также быстро ввести и отсюда уже атаковать. Эта комбинация называется «разрезать линию». Комбинация, которую мы делаем с атакой, допустим, с правого фланга. Идет передача, и сразу же игрок идет за спину, сюда помогая вот этому игроку получить мяч здесь. Если оборона идет команды соперника, такая же, как у нас, принцип, то есть получается, дал передачу, этот остается держать линию, а этот должен переключиться. То есть получается, мы можем поймать, либо сюда передачу дать, либо вот этот игрок сразу же идет за спину сюда. И получается вариант, либо этот он должен здесь сыграть, либо вот этот уходит, и он, оказывается, этот защитник страхуется между двух, а остается между двух. Этот просто выбирает вариант сразу же, и два человека у нас вбегающие. От того, насколько высоко мастерство исполнителя, зависит вот эта комбинация. Сегодня мы рассмотрели вариант позиционной атаки «Динамо-Ямал», в котором мы используем вариант 3 в 1, 4 в 0. И эти атаки мы сегодня с вами рассмотрели. До встречи! Здравствуйте! Я Владислав Шахметов, игрок команды «Динамо-Ямал». Сегодня я вам покажу игру в обороне. И мне будет помогать Павел Кобзарь. Когда нападающий двигается с мячом вперед на защитника, он имеет очень большое преимущество, потому что он лицом к чужим воротам. Защитник должен не выбрасываться на игрока, видя, если перед ним очень технический игрок, и смотреть, куда смотрит нападающий. Если в этот момент нападающий смотрит, когда он двигается с мячом, глазами на другого партнера, его можно встречать. Если игрок смотрит либо на мяч, либо еще куда-нибудь, то надо пласироваться. Теперь я покажу вам игру в обороне с быстрым отбором мяча, когда нападающий не контролирует мяч. Примерно это так. Смотрю на мяч, но когда нападающий его отпускает, я начинаю вступать в отбор. Теперь мы продемонстрируем игру в прессинг. Прессинг подразумевает под собой не то, что чистый отбор, а заставить нападающего ошибиться, заставить его глаза опустить вниз, чтобы он не видел своих партнеров. на этом все. С вами был Владислав Шаихметов. Я показал вам элементы игры в обороне и маленькие элементы игры в прессинг. До свидания, до новых встреч. Вы смотрели программу «Мастер-класс». Мы продолжим раскрывать тайны шестикратного чемпиона России по мини-футболу в следующих выпусках. Не пропустите, играйте в мини-футбол и будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»!